Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня в нашей программе гость, представитель, одновременно солист хора Московского Сретенского монастыря Михаил Туркин. Я так понимаю, что даже не просто хора московского, а государственного. Какой сейчас имеет статус? Статус, во-первых, здравствуйте, дорогие друзья. Статус у нас исключительно хора при монастыре. Вот мы поговорим сегодня об этой истории. Почему? Потому что пение для человека можно подразделить на несколько стадий. И хор – это одна из самых, наверное, таких сложных. Потому что я, кстати, вспоминаю, что, будучи еще десятиклассником, по-моему, тогда было модно или не модно, но говорили, что это хорошо для обучения. В школах обязательно был хор. Ну, в школе. Конечно. В занятии музыки всегда хоровое пение. Вот. Я прошел стадии, видимо, я что-то умел. Значит, с первого голоса помню, что закончил, естественно, в третьем. Но я солистом не был. Я всегда помню, что отношение к солистам, то есть это когда хор огромный стоит, и впереди маленький мальчик или маленькая девочка вдруг почему-то ей или ему дают право петь. А хор весь, так сказать, должен подхватывать. Вот скажите, хор – это вообще коллективное творчество или все-таки от солиста многое зависит? Изначально хор – это, конечно же, коллективное творчество. И нужно начать с того, что голос, который представляет из себя отдельно взятый инструмент, это же самый первый инструмент, который появился вообще у нас в природе. Потом уже появились какие-то струнные инструменты, ударные инструменты. Но первым же инструментом был голос. Наш собственный. Да. При рождении ребенка он кричит. Инструмент. Да. Своим инструментом, да. Вы знаете, я своим студентам говорю, что… Ну, я имею в виду журналистам, ведущим, радиоведущим, телеведущим, что вы должны понимать, руки есть, ноги есть, тело есть, даже голова есть. И, возможно, что-то в голове есть. А голос – это то, чего нет. Это то, что ты можешь создать сам собой, своим. Голос – это то, что у нас внутри. Правильно. И голос – это тоже работа мышц. Правильно. Но то, что мы создаем своим телом… Но увидеть мы это не можем. Поэтому для многих это является чем-то таким сакраментальным и сокровенным. Таинством. Для этого – таинством. Но это никакое на самом деле не таинство, я раскрою секрет. Так. Просто нужно немножечко изучить анатомию. Ну, и… Чтобы понять весь процесс взаимодействия. И тогда все становится просто, как… Просто люди… В художественной гимнастике. Да-да-да. Люди, которые не пользуются голосом… Вернее, пользуются голосом только для того, чтобы их хотя бы кто-то чуть-чуть услышал, они говорят примерно вот на уровне, где у нас микрофон обычный висит, да. А для того, чтобы услышать свой реальный голос, надо уйти куда-то туда ниже, когда работают все радиостанции, да. Когда ты превращаешь свой инструмент в трубу, и оттуда появляется такой бархатистый… Ну, грубо говоря, просто переходит в немножко… Немного в другой формат работы. Вот голос говорят, что правильное извлечение звука, умение говорить, умение звучать, и тем более умение петь, оно, говорят, даже помогает вообще организму с точки зрения физического состояния. То есть это такая тренировка постоянная. Это действительно так? На самом деле это так, потому что это работа мышц, и связки создают вибрацию определенную, и эта вибрация, она благотворно влияет на организм. Ну и плюс дыхание, да, потому что там же… Плюс работа легких, конечно же, это обогащение кислородом, и, конечно же, это полезно. А вот скажите, может быть, вы как-то изучали этот… Я так понимаю, что вы закончили… Как правильно называется? Дирижер? Я закончил Московское хоровое училище имени Свешникова. Так. Александр Васильевич. Да, по специальности? По специальности дирижер хора. Дирижер хора. То есть вы можете не только петь… Но и дирижировать, управлять. И одновременно петь. Вот, так что мы ждем со временем, может быть, у вас свой появится хор. Сейчас у нас модно называть хор имени того, хор имени того. Ну вот, скажите, пожалуйста, вот почему человек… Как человек запел? Откуда это появилось такое? Ну вот есть музыка, да, которую создает. И вдруг голосом запел. Никто же, наверное, даже никогда не задает себе такой вопрос. Почему человек поет? Ведь кот не поет, собака не поет. Потому что душа поет. А что это такое? Это же звук? Есть чувства. И чтобы более полнее, наверное, их выразить, более полно, более содержательно, у человека прорывается песня. Она идет как бы изнутри. И это получается, как бы все его тело, да, резонирует в этот момент. И он становится таким одним большим динамиком. Вот. И чувствует… Ну, я почему… Этот феномен, он действительно мало изучен. Потому что люди делятся на тех, кто поет. И они занимаются этим профессионально. Вы нам сейчас расскажете, что это очень сложная такая история. Потому что надо тоже все время держать себя в форме. Потому что… Ну, не нужно, главное, это слишком усложнять. Не-не-не, напрягаться не нужно. Я понимаю, я никогда профессионал. Да. С другой стороны, есть люди, которые считают, что они вообще петь не умеют. И им это не дано. Медведь на ухо наступил и так далее. Вот таких людей нет. Есть люди просто с загубленным, с испорченным слухом, которым что-то говорили там с детства. Или что-то вот они про себя вот так вот подумали. Установку себе сделали. Да. Это все на психологическом уровне, к сожалению, закрытия. Нет людей без слуха и нет людей без голоса. Потому что человек, который умеет ходить, который умеет управлять своими мышцами, он также совершенно спокойно может уметь петь. То есть я делаю такой вывод, что любой человек, ну, как у нас принято говорить, не самое хорошее название, но тем не менее среднестатистический, может петь. Абсолютно любой, даже не среднестатистический. А петь как? Ну вот ты бывает слушаешь, человек поет, ну, просто вот ангельский голос. А бывает, то есть с точки зрения... Восприятие. Классическое, я не знаю, там, симфоническое. Все правильно делает. А бывает Бернес, а бывает Высоцкий, а бывает Фрэнк Синатор. Тоже поет. И вроде бы совсем другое. Потому что вот голос, он этим отличается, что помимо звука, мы несем при пении какую-то информацию. Смысловая нагрузка, да? И тут идет двойное воздействие. Если петь просто, как говорится, ноты, издавать какие-то звуки, это вряд ли будет интересно всем. То есть это будет правильно, но... Это может быть правильно. Академично. За это можно поставить зачет, как говорится. Но мы поем, чтобы передать какое-то чувство, чтобы о чем-то рассказать, чтобы чем-то поделиться. То есть бывает, когда работает только голос, а бывает, когда работает голос, сердце и голова одновременно. Обязательно. Холодная голова. Или горячая. Почему? Можно же... Вот песни... Ну, про любовь. Они же все немножко такие... Я сейчас беру простые песни. Простые в том смысле, что, как мы выяснили, любой человек может петь. Они же... Это как сигнал какой-то. Ведь голос – это еще и сигнал. Конечно. То есть можно просто радовать себя окружающих. Мало кто знает, что если вы правильно говорите и правильно поете, и тут даже неправильно поете, правильно звучите, то в организме такая приятная дрожь наступает. Такое ощущение, что какой-то внутренний массаж с тобой происходит. И это правильно звучащий ваш голос. Мало того, люди же не понимают. И мне кажется, тут тоже очень важный момент. Мы-то не слышим, как мы звучим. Правильно? Это действительно так? Совершенно верно. Наш голос мы воспринимаем не совсем адекватно. Реально. Не совсем так, как он звучит на самом деле. Потому что очень часто даже бывает, что люди себя записывают. Неужели это я? Да, да. С таким, да. И, как правило, всем не нравится голос. И думают, боже мой, как я таким голосом разговариваю? И так далее. Но они забывают, что уши у нас расположены в том месте, где в самом... Ну, хорошо хоть не вообще на затылке. Ну, у некоторых, может быть, и там. Хорошо, что они есть. Хорошо, что они есть. Но вернемся. Во второй части мы, конечно же, поговорим о самом хоре Московского Сретенского монастыря, об известнейшем музыкальном коллективе. Я хочу еще завершить вот тему пения. Как вы считаете, сегодня мы слушаем новую модную музыку, где есть чувства, где есть свои смыслы, но где какое-то звучание несколько иное. Да, оно много всяких направлений. Где-то там а-ля рэповое, где-то а-ля традиционное какое-нибудь там, я не знаю, джазовое исполнение, совсем другая версия. Где-то эстрадное тоже такое непонятное понятие. Вот пение, оно разным бывает. Можно же петь не... Как вот вас учили, наверное, и вы зачеты за это получали. А можно вот выйти что-то и там что-то вот так вот напевать. Это будет нравиться людям. Вы понимаете, Николай, у меня по этому вопросу есть критерий один. Вот, давайте. Если это убедительно, если меня это убеждает, что делает человек, ну, говоря современным языком, зацепило, я это воспряму. И нет таких жанров, которые нельзя было бы не считать искусством. Во всех, я считаю, жанрах есть представители, которые могут делать качественный контент, качественное исполнение давать слушателю. Поэтому... Все имеет право, пусть растут все цветы. Конечно, конечно, конечно. Сейчас развиваются технологии все больше и больше. А, вот тут да. То есть я говорю на условиях, если это не технологиями сделано. Мы же знаем, что можно записать человека практически без его участия. Сейчас все делается при помощи технологий. Я говорю о реальном. Это внедрилось в нашу жизнь уже, и мы от этого никогда никуда не ведем. Но вы можете отличить реальный голос певца, любого, в любом жанре, от нереального? Вы это можете услышать? Ну, конечно, это слышно профессиональному уху. И реальных у нас единицы. Правильно? Дело все в том, что, опять же таки, я говорю, вопрос убедительности. Ага. Главное, чтобы человек четко давал понять, о чем он поет, зачем он поет, почему он поет. Может, это и называется вот этим словом, которое тоже не все могут объяснить – талант. Включает в себя талант эти функции? Может быть. Талант обязательно нужен, потому что нужно какое-то эмоциональное, эмоциональное раскрытие человека почувствовать, да, чтобы его воспринимать. Человек, который не может, ну, если он зажат в каких-то моментах, он может быть зажат там и в вокальных моментах, и в каких-то смысловых моментах, чтобы вот не может, допустим, донести чего-то. Он чувствует, может быть, внутри, а воспроизвести не может, вот, как мартышка и очки. Да-да-да, да, понятно. Ну, хорошо, сейчас мы вот обсудили с вами, попытались, по крайней мере, донести до наших зрителей, что голос – это наш инструмент, это тот инструмент, который… ничего даже не нужно включать, никакой музыки, ничего, можно просто брать и пользоваться этим инструментом, если к нему относиться с уважением. Как и к любому инструменту. Да, ну, как… Просто многие люди вообще к своему телу неуважительно относятся, да, они не понимают, что иногда тело и голова, я имею в виду мозг, наши желания, они почему-то отличаются, а теле вспоминают, то есть не занимаются зарядкой, не пытаются как-то его держать в какой-то форме. А что уж тут о голосе говорить? Когда что-то пропищал, да, и достаточно. А вот о самом хоре, о том, что это за профессия такая, и что такое хор Московского Сретенского монастыря, мы поговорим через несколько минут. Напоминаю вам, это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Михаил Туркин, солист хора Московского Сретенского монастыря. Михаил, как вы попали в хор? Ну, вы, я так понимаю, закончили обучение, да, где вас учили в том числе и петь? На тот момент я еще был студентом. Так. Я с 16 лет пою в храме. В то время это было, как бы, не буду скрывать, приработком. Угу. Вот. Уже впоследствии каких-то вот своих исканий это уже стало и... Ощущение. Да. С общательностью какой-то. С то, что я нахожусь, наверное, на своем месте. Я нашел свой коллектив, нашел то место, в которое хочется приходить. И даже не то, что работать, а заниматься творчеством. А вот как он создавался? Потому что мы прекрасно понимаем, что, ну, скажем, храмов в России много. Они разные, да, в храмах поют. Вот заходишь, бывает, я много стараюсь ездить по стране, но за исключением пандемии. Естественно, посещаешь какие-то храмы, вот, и всегда приятно, когда ты слышишь живой голос. Но очень часто ты заходишь в храм, слышишь голоса, а на самом деле это идет запись. И вот тут у меня сразу такое немножко ощущение, ну, не то, что меня обманывают, а вот как-то это не по-настоящему. Пусть стоит там два-три человека, да, но это живое, да, ощущение. Потому что появление живого голоса в храме, мне кажется, ну, оно добавляет каких-то красок для тебя. Вот как было принято решение, чтобы вот не просто, да, хор был создан, а который звучит сегодня, да, как целый... Ну, вообще, хор, он был основан вместе с монастырем. Так. Это, если я не ошибаюсь, 1370. Вот. Шестой год. 14 век, можно проще сказать. В 14 веке. В конце. В 14 веке было нападение на Москву. Так. Тамерланом. Угу. И в Москву привезли икону, собственно, монастырь. Он посвящен Сретине, Владимирской иконы Божьей Матери. Отсюда и название. Есть такая легенда, поверье, что, когда икону привезли в Москву, она привиделась Тамерлану во сне, сказала ему, уходи. Тамерлан испугался, а уже была развернута огромная армия вокруг Москвы, и, в принципе, по численности, конечно же, превосходящая. Могли бы. Могли бы спокойно. Ага. Вот. Но... Это у нас работало. Ну, можно так сказать. Тамерлан развернул свои войска и отошел от Москвы. Москва спаслась. И в честь этого был построен Сретенский монастырь. Соответственно, и хор про нем возник. Ну, хор – это начало, я так понимаю, он возник, не потому что там кому-то так прям хотелось петь, это просто необходимо было для службы, для каких-то... Конечно, хор сопровождает службу, как бы сослужает священству. А кто в этот хор попадал? Просто брали каких-то прихожан, которые умеют петь, кто-то отслежит. Конечно же, были певчие. Есть же и певчие, которые прославлены святых. Допустим, Роман Сладкопевец есть такой святой. Буквально недавно, когда у нас недавно был праздник Покрова Божьей Матери, и в этот же день вспоминается Роман Сладкопевец. Поэтому профессиональные певчие, конечно же, были всегда. И братья монастыря, они тоже монахи поют. Но священник должен петь? Конечно, священник должен иметь слух. А почему? Опять же, тут мы сейчас скажем... Он же произносит возгласы. Да, для лучшего восприятия. Произносит проповедь. Поэтому священник должен уметь и донести. То есть проповедь немножечко подпевая, и донести. Надо же донести не просто, чтобы тебя слышало первое, грубо говоря, два человека, храмы бывают большие. Поэтому нужно обладать должным развитым голосом, чтобы донести до каждого уха, попасть в душу, как говорится. И почему вот у хора Московского Средственного монастыря такая история? То есть из хора, который присутствовал и на службах, то есть появился постепенно, вот спустя, ну, в течение всего этого времени, да, хор существовал, несмотря ни на что. А сегодня это уже, ну, прям такой творческий коллектив, то есть это как отдельная такая, да, структура, можно так сказать? Ну, мы все находимся в лоне церкви, конечно же. Это понятно. И мы при монастыре, естественно, самая наша главная задача это петь службы, но так как в наш хор входит большое количество выпускников, ну, помимо выпускников консерватории, Гнесинского института и прочих заведений музыкальных, ну, и, кстати, и церковных тоже у нас поют и выпускники Троица Сергия и Лавра. В нашем коллективе поют выпускники Московского хорового училища. И культ песни, культ, он очень развит вообще в кругах музыкальных, потому что я помню в свои студенческие годы мы, когда собирались с друзьями, мы всегда пели. Не всегда всем это нравилось, потому что иногда это было поздно. И громко, да? И порой, да, громковато. От души же со смыслом. Но от души со смыслом, совершенно верно. И это даже вот нельзя назвать как-то вот работой. Это когда получаешь от этого удовольствия, это состояние души ни с чем не сравнимое. А сколько насчитывает сейчас ваш хор? Сейчас у нас ну, примерно человек 17-18. 17-18. После пандемии, конечно, поредили наши ряды немножко. Понятно. Ну и как вот идет работа? Вы же работа, я понимаю, что службы-то идут, а службах надо быть. Да, в период пандемии мы пели по 8 человек, вот, потому что больше было нельзя. но сейчас как-то уже стараемся большим составом. В сентябре, в конце августа, в сентябре мы начали работу, вышли из таких, можно сказать, принудительных отпусков. у нас было два концерта, два концерта, мы провели, у нас был концерт в Дойе музыки, был концерт в Соборной палате, и все мы успешно подцепили небезызвестную болезнь, и вот буквально недавно, в начале этой недели, у нас опять начался репетиционный процесс. То есть все выздоровели? Ну, наконец-то, наконец-то все выздоровели. Понятно. И буквально завтра у нас будет концерт в Сергиевом Посаде. А кто приходит на концерт? Что за зрители у вас? Это исключительно люди, которые прихожане, храмы? Люди совершенно разные попадают. Это как говорится и женщины за 40, это и молодые люди, это и люди в возрасте. Люди, которые любят песни. Потому что ваш репертуар он разнообразный. То есть в нем присутствует и музыка религиозного звучания, и самое разное. Так я понимаю? У нас бывают концерты, в которых мы поем не светскую музыку, именно церковную. Духовную. Духовную. В каждый концерт по возможности мы стараемся внести хотя бы одно-два духовных произведения, потому что все-таки мы хор монастырский. Но можно так сказать большим по объему музыкальным материалом завладевает конечно песня. Песня русская народная и советская музыка, музыка советских композиторов военная песня, казачья песня. Ну и песни, которые пользуются популярностью народа, хотя у них есть и композиторы. Я знаю, что вы принесли диск, вот этот диск посвящен. Я хотел бы вам подарить диск, так как этот год 75-летие нашей победы великой песни Великой Победы он так и называется. Мы выпустили его, нам помогла компания Роснефть, спасибо вам огромное за это. Вот этот диск двойной, это такая специальная версия его. А что за песни там, какие? Я видел, там и военные, и послевоенные тоже песни. Ну да, это все песни, посвященные военной тематике, все любимые нашим народом, как я считаю. Которые идентифицируют нас, когда мы вспоминаем всех наших родных и близких. Враги царли родную хату, соловьи, землянки, журавли. Это вот поклонимся великим всем годам. Давайте мы его покажем, возьмите его, покажите его так, да, 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 вот так, отлично, чтобы все увидели. Вот диск специальный. А где писали? Это вы студию снимали или как, или в храме как-то? Нет, мы писали в профессиональной студии, на Мосфильме, на Тон-студии. Это одна из наших лучших, наверное, в студии. Там, где есть возможность собрать всех, там можно записывать оркестр. А есть в планах что-то записывать в ближайшее время? Когда все устаканится, как говорят у нас? У нас сейчас в планах выпустить диск песни наших родителей. Это интересное название. Определенный пласт культуры. А вот молодежь, она же для молодежи хор, еще молодежь, которая, скажем так, не воцерклена серьезно. Разные же есть люди. них вообще слово хор, это такое сразу нет, нет, не нужно. То есть как можно взять человека этим звуком молодого, который слушает какую-то музыку все время в наушниках. Вот он пришел каким-то образом. понимаете, здесь можно зайти через другой вход. Сейчас набирает, ну не сейчас, уже давно набирает обороты у нас интернет-вещания, различные программы, в которых можно все посмотреть, все послушать, все увидеть. Вследствие этого именно через какой-то контент интернетный можно привлечь вот эту молодую публику. Я помню, даже были проекты телевизионные. им вызывает интерес. Были телевизионные проекты, когда, помните, соревнования были хоров. Битва хоров, да, 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 был такой. Мы должны завершать эту программу. Скажите, когда можно прийти, концерт, это понятно, как говорится, знакомьтесь с афишей, а когда вы там поете? На службах? просто прийти и можно услышать? Все большие праздники, двунадесятые, и каждая суббота, воскресенье мы как положено. как говорится, мы на службе. Я понял. Ну, конечно, я не могу вас просить сегодня что-то спеть, потому что для этого, наверное, надо какие-то особые условия, вот, или мы можем какой-то, чтобы услышать хотя бы голос буквально на полминутки. Неожиданно, но... Не, ну, если есть возможность, да, это же просто попросить. Конечно. Призрачно все, в этом мире бушующем Есть только миг, за него и держись. Есть только миг, между прошлым и будущим Именно он называется жизнь. Браво! Спасибо огромное, великолепный финал. Я думаю, что здесь, как говорится, на все вопросы даны ответы. Михаил Туркин, солист хора Московского Светинского монастыря, который погрузил нас в мир голоса, в мир любви, не только к голосу известных исполнителей, известных солистов, мир хоровой музыки, но прежде всего к своему голосу. Обратитесь к нему. Возможно, вы сможете тоже почувствовать, что он у вас другой, и что этот инструмент, который спит и ждет своего звездного часа. Правда? Совершенно верно. Спасибо вам огромное, всем вашим коллегам тоже большой привет. Ну, а это была программа «Открытый диалог». Меня зовут Николай Пивненко. Счастливо! «Открытый диалог»